Настоящий уикенд для всей семьи. Три дня лета, полетов, музыки, отдыха, веселья, красочных шоу, вкусной еды и, конечно, возможность дотронуться до неба своими руками. Отпуск, который запомнится и взрослому, и маленькому, без виз, загранпаспортов и языковых барьеров в самом центре России. Так звучали призывные слоганы фестиваля «Прогулка по облакам», который в минувшие выходные состоялся на Орешке и наделал много шума. Рязанцы о фестивале мало что слышали, а вот гости из разных городов Москвы, Тулы, Нижнего Тагила и Екатеринбурга приехали за обещанной суперпрограммой. Заранее, еще в мае, многие приобретали билеты, чтобы увидеть то, что обещали организаторы. А организаторы утверждали, что прогулка по облакам – это 60 гектаров развлечений на любой вкус, световые музыкальные шоу аэростатов, подъемы и полеты, топ-звезд российской сцены, город аттракционов и более 25 ресторанов разнообразной вкусной еды. Праздник от рассвета до заката начался с того, что попасть на территорию тем, кто купил билеты, места в кемпинге и оплатил парковочные места оказалось невозможным. Мы, в принципе, эти билеты вообще очень давно, как бы купили, еще, наверное, в мае 31 числа, вот, смотрели объявления, то есть на кумпинг, у нас там турский сайт скидочный по купонам, вышли на небо РФ, вот там-то было очень красиво, скажем, программа расписана, что будет небо России, будут, как бы, шары воздушные, кемпинг хороший, ну, короче, куча, много народу, куча развлечений, будет весело и так далее. Ну, как бы, ну, даже не подозревая о том, что мы увидим, да, купили спокойненько билеты, вот в украине мы отдали 9 600, наверное, где-то так. Многие приобрели билеты семьями, приезжали с маленькими детьми, однако праздник не удался. Ошарашенные происходящим, а вернее отсутствием происходящего гости из разных городов требовали вернуть деньги, но организаторы не отвечали на телефонные звонки или убегали, в буквальном смысле, от вопросов. Не могли получить ответы и те, кто оплатил аренду торговых мест, а таких было тоже немало. По словам очевидцев, в субботу около пяти часов вечера ведущая произнесла со сцены «Ура! Открываем наш фестиваль». Сказано это было для человек 25-50 перед сценой, слоняющихся без дела второй день, после чего выступила пара детских коллективов. Потратившие немало денег арендаторы подловили директора фестиваля прямо на арт-базаре. Время шло, гостей так и не было, то есть ничего не менялось в течение всей пятницы. Когда мы дозвонились для Виталия Анатольевича, он нам сказал, что почему его вообще ждали? В пятницу все работают, поэтому никто ничего не приехал, все без завтра. Мы с мужем, маленькой дочкой расторились, потому что ни одного шара мы не увидели на поле за весь день, мы не увидели ни одной продажи. Кстати, по поводу шаров тоже очень интересная ситуация. Когда мы спросили Виталия Анатольевича, где шары, он нам сказал, а что, мы обещали шары, так вот они, по всей России они летают. На наши вопросы ни организатор Олеся Кабанова, ни директор фестиваля «Виталий русских» ответить также не смогли или не захотели. Алло? Виталий Анатольевич? Да. Добрый день. Телекомпания «Город», Рязань, Марина Комиссарова меня зовут, уделите минутку, пожалуйста. Я по поводу прогулки по облакам музыкального фестиваля, который прошел в минувшие выходные. К нам обращаются арендаторы, которые у вас места торговые покупали, и гости фестиваля, недовольные проведением. Говорят, вы их обманули, заявив, что фестиваль будет с воздушными шарами, а сами к воздушным шарам никакого отношения не имели. Что касается обещанных организаторами фестиваля прогулка по облакам полетов на тепловых аэростатах, вопрос сложный. Ожидавшие возможности понаблюдать за полетами воздушных шаров люди были, мягко говоря, разочарованы, узнав, что фестиваль воздухоплавания «Небо России» совершенно не имеет отношения к тому мероприятию, на которое они приехали. Изначально наш фестиваль «Небо России» проводит четкую направленность на зрелищность и массовость. И, в принципе, воздухоплавание, которое проводится на Рязанской земле, оно призвано к тому, чтобы популяризовывать этот вид спорта среди горожан, среди гостей и прочее. Соответственно, мы всегда открыты для наших гостей и приглашали на летное поле у поселка Шумаш. И было достаточно, ну, не то чтобы достать, я не знаю, как судить, но то, что я видел, это было максимальное количество гостей за все годы, которые мы проводили наши мероприятия. Обманутые арендаторы и гости фестиваля «Прогулка по облакам» организовались в единое сообщество. В настоящее время они собирают всю информацию и планируют в ближайшее время обратиться в прокуратуру с коллективным заявлением и подать на организаторов в суд.